Можете камеру закрыть, нажать на камеру, но ты умел прямо лицо в лицо, большим экраном светишься. Я вот там где-то в закуточке маленьким, а ты такой основополагающий тут. Ну, впрочем, это неплохо. Так, значит, я о чем? О том, что у нас сегодня вообще должно быть третье занятие. И работаем мы с вами в теме, которая актуальна вообще для всех людей. Это здоровье, это оздоровление, это выздоравливание, это исцеление чего-то, если нужно чему-то выздороветь. И это вообще для всех людей это омоложение. И мы рассматривали с вами омоложение не только с точки зрения, конечно, в первую очередь для женщин, наверное, это красоты. Это с точки зрения какой-то посвежелости, свежести, даже в прямом смысле по омоложению. Омоложение как сброса визуально, в первую очередь, стольких годов как бы назад мы повернули время вспять, настолько, насколько мы готовы. То есть каждый индивидуально. Если кто-то готов выглядеть так, как вот в фильме, если вы смотрели, я даже этот эпизод прям специально запомнила, думаю, я об этом скажу. В фильме «Сваты» там есть такая серия, где также Олеся Железняк играет Амуту Ларису, к ней приезжает мама. А маму играет Татьяна, по-моему, Татьяна Васильева и ее фамилии, их две. Вот, а это та, которая с пластиками, которая такая комедийная актриса, все время с таким характерная, что ли. Ну, представляете, с таким голосом, где-то с такими манерами, может быть, вспомнили. По-моему, я правильно ее вспомнила, что это Татьяна Васильева. Да, Татьяна Васильевна. Вот. Великолепная. Великолепная, да. И она там играет роль, то есть как бы она там является мамой вот этой Олеси Железняк, которая там Ларису играет тоже вообще чудно и бесподобно. Вот. И если помните, там есть эпизод, по-моему, юбилея их совместного бизнес-предприятия. И вот этот актер, который как бы там вот этот главный босс, вот, он смотрит и говорит, Лариса, ну вот мне очень хочется пригласить твою сестру. Ну и вот, кажется, лучшего комплимента для мамы Ларисы, то есть вот Олесе Железняк, просто не было и быть не могло. Но суть-то в том, что она визуально и выглядела как сестра. А Олеса потом еще даже говорила, так это подкалывая. Ну что, моя младшая сестричка? Это вот обращаясь к маме своей. Я к чему это все говорю? И все это я вспомнила. Может быть, кто-то готов выглядеть даже так? Стать настолько вот молодо выглядящим? Ну, конечно, я могу предположить, скорее всего, что, хотя кто знает, что Татьяна это, может быть, делала пластику, а может быть, и занималась такими практиками. Вот практиками, способствующими сбросу очень многих лет. И зависит от того, насколько мы готовы так выглядеть. Вот. А вообще, я вам об этом как бы только на первом занятии говорила, но, в принципе, делала я такой упор на то, чтобы выглядеть безвозрастно. То есть, вот я вам приводила примеры на первом занятии и на втором. Выглядеть как? Вот выглядит... Ну, я говорила о своей преподавательнице университетской завкафедры, которая, как я говорила, безвозрастная. Кто-то давал ей 30, кто-то 40, кто-то 50. Так, Слиточка Зарубина вышла. Но суть в том, что она олицетворяла себя со светом. Она говорила, филология – это свет. Олицетворяла себя с филологией. Соответственно, она и была как свет. Вот про который, в общем, и не поймешь, а сколько ей лет. А свет, если брать понятие как эзотерическое, божественное понятие, это и есть та энергия, которая сама по себе, как бы в ее функционал и ее миссию вообще, в принципе, и входит высветлять. Высветлять – это разблокировать. Понимаете, если где-то наши мышцы стали выглядеть не так свежо, как в 20 лет, то это просто, знаете что, это шаблоны каких-то мимик. А что делает свет? Он высветляет, он высвобождает. Он высвобождает этот энерго, это движение между клеточами. И в принципе высвобождает от этого шаблона. Ну, послушайте, если говорят, что раньше люди могли бы друиды жить, и там, ну, хочешь 600 лет, хочешь 800. У меня где-то книга есть, которая, забыла, как называется, второй раз про нее вспоминаю, и до сих пор не посмотрела, как она называется. Ну, хотя бы даже если возьмем у Аноповой, там вот у нее эзотерические книги, одна из них, там «Сезам, откройся», там тоже речь идет о тех, которые жили, ну, там хоть по полторы тысячи лет. И они, собственно говоря, представьте себе, как они должны были выглядеть. Ну, пусть даже 700 лет, как они должны были выглядеть. Ну, что они должны были превратиться, ну, как вот мы смотрим там фотографии, ей там 120 лет, и понятно, она выглядит вот такая вся. А если и 700, то тогда как? А вот так же, как они хотели бы выглядеть. Где-то, может быть, кто-то из вас слышал, я слушала аудиокнигу, не могу, правда, вспомнить, кто автор, где речь шла о том, что познакомились, английский, наверное, писатель, ну, про английского джентльмена, про двух англичан. Вот, и одному из них, ну, я не помню, сколько лет, может быть, он выглядел моего возраста. Но суть в том, что когда они встретились через 20 лет, то вот этот товарищ, который был моего возраста, он стал выглядеть как сорокалетний. И поэтому этот не мог понять, с кем он вообще разговаривает, с сыном или со своим другом. То есть вот он на 20 лет, ну, подождите, как же это было, встретились через 20 лет, ну, в смысле не на 20, а на 40. Через 20 лет, а он не старел, а молодел, и помолодел на 40. Вот, вот такая вот цепочка. Ну, как к этому можно отнестись, там, это фантастика или нет, я, в принципе, не знаю, я лет 10 назад это слушала, но мне это было очень интересно. Вот, а вот то, что я вам интересную вещь сказала, если жили по 700 лет просветленные, то, ну, наверняка у них внешность, или как замораживалась, в том плане, что это не в прямом смысле она вот замораживалась, заморозкой, а она в их сознании замораживалась, то есть останавливалась на какой-то временной отметке. Почему я и говорила, что нужно абстрагироваться от паспортного возраста. Знать его нам не нужно. Зачем нам его нужно знать? Разве только, когда идем покупать какой-то билет куда-то, правильно? Вот, или там, ну, еще какая-то там ситуация. А, в принципе, полная абстрагированность от, как бы, возраста. Это вещь, которая нам не нужна, и я бы даже сказала, что она нам вредна. Но если мы к этому подключим не только омоложение, а если мы к этому подключим еще и здоровье, то абстрагироваться от лет своих, это, ну, в 10 раз полезнее, на мой взгляд. Ну, я думаю, что вы, наверное, согласитесь. Хотя по наличию домашних заданий в чате я начинаю уже думать. Ну, может, я только для себя стараюсь. Я, в принципе, тоже рада. Но вообще-то как-то, знаете, домашние задания, все-таки, ну, хоть чуть-чуть, хоть меня повеселить вы могли бы, друзья мои. И это в энергетиках молодости, кстати говоря. Это еще и якорь, который присущ тоже возрасту молодому. Мы в молодые годы с вами обучались, выполняли домашние задания, будучи стошеклассниками. И как мне мой один друг говорит, будешь там омолаживать, смотри, да, это, до возраста соски не доведи, я году даже был с тобой. Они у меня сами умные знают, где там себе галочку поставить, вот выглядеть вот так. Вот или в студенческие годы домашние задания же выполняли. Ну, в принципе, и я буду вести себя хорошо и правильно. А как я себя правильно вела? Молодая, в принципе, могла и забывать, о чем она вообще давала домашние задания или нет. Я сделала вид, что я забыла. Вот. Значит, я о чем? Об энергиях, молодости, здоровья. Но еще и о чем мы с вами? О сексапильности. Я затронула, это у нас вообще в теме стоит и звучит, и звучит, друзья, вообще не случайно. Потому что вспомните себя. Вспомните себя молодыми. Это вещь тоже регулируемая. Если вы хотите, чтобы у вас, как у молодого орангутанга, был темперамент сексапильный, то вам придется просто это подкрутить и поставить на нужный уровень. Но все-таки гормон, знаете как, молодость, это еще и энергетика. И не только в плане энергетика. Задора, энтузиазма, наглой молодости. Помните, как вот я когда вам говорила, что когда я, я вас прошу, вы хотя бы работали или нет, когда я работала вот с этой своей фотографией, когда я попала в себя в этом возрасте, а здесь мне, наверное, лет 25, может быть, 24, когда я попала, я просто поразилась вот этим изменением, которые тут же стали происходить в моем организме. Потому что я попала ко мне просто в физическое тело себя вот того возраста. И я ощутила то, что я вам охарактеризовала. Маглость, присутствуя в молодости. То есть, понимаете, никаких не преград. Нет преград им никаких заявлений, там заявок каких-то, там о себе, о своих, ну скажем так, это даже не притязание на что-то, а я претендовала, хотела, амбиции, понимаете, вот энергии, которые и абсолютная вера в то, что для меня все реально, все возможно. То есть, и не то, что возможно, а все реализуется. То есть, это вот такая энергетика. Но я имею в виду еще то, что, знаете, чем? Ну, наверное, программой. В принципе, вот почему нам даны были вот эти программы молодости и так далее. И были какие-то законы. Например, в молодом возрасте, ну как бы по закону, придуманному, наверное, Богом, абсолютом, а там, ну не знаю, я буду вдаваться в эти вещи, может, мастера специально работали. Вот. То это был закон, вообще по-аноповый человек даже не был запланирован. Был такой слой, который вообще вот животных объединял, человек получился случайно. Ну, оказалось, что очень даже здорово. Вот. И, но входило в эту энергетику, энергетик, инстинкт, так сказать, был заложен. И он был не просто так заложен, а он сопровождался гормонами. И это были гормоны, гормональный фон, в котором, ну как шла, хорошая, ну, во-первых, ну, как сказать, сексуальная не то, что активность, а сексуальное желание для того, чтобы человечество продолжало размножаться. Это закон Бога. Но я вас призываю это не к этому, не к этому в плане сексапильности, поскольку возраст, ну, у нас может быть разный, я не у всех его узнавала. Вот. А дело как бы в том, что вот эта энергетика, вернее, само слово сексапильность, оно уже начинает вырабатывать гормоны, которые сами начинают что-то преобразовывать в нашем, ну, скажем так, поскольку я, ну, не биолог, так приблизительно выражусь, но зато всем понятно, что-то на клеточном уровне начнут преобразовывать. Кроме того, что сексапильность – это энергия еще и радости, это энергия влюбленности в себя, влюбленности в свою красоту, в свою молодость, в свою желанность, в свою фигуру. И все это для нас, вот в этой теме едино. Ну, я думаю, что я вам обосновала, почему все это так. Понятно? То есть как бы это все играет на нашу основную цель. Цель – здоровье, закрепить, улучшить, усилить. Дальше что еще скажу? Если есть какие-то, ну, как у меня мой друг Валентин говорит, не говори никогда проблемы. Я говорю, почему? Он говорит, он говорит, что задача, задачи решаются. Я говорю, если я скажу проблемы, то что у нас делается с проблемами? Проблемы просто убираются. Вот, если есть, то есть какие-то, можете, ну, вообще, постановка правильная. Есть задача, ну, допустим, задача, которую надо решить. Надо, допустим, если вы, ну, я все-таки проще скажу, если есть какие-то, такие проблемные, может быть, они совершенно небольшие, незначительные, а может быть, их уже и не стало. Например, я сегодня утром проснулась, это я о здоровье речь веду. Сегодня утром я проснулась, я вон делилась с Гене, мы с ним проводили сеанс, я там уже ссылку дала в большой чат. И я говорю, Гена, ты знаешь что, а я сегодня почему-то проснулась, даже не то, что проснулась рано утром, а я походила, и вдруг я почувствовала, я не ощущаю себя человеком, у которого, я вообще стала ощущать себя человеком, который говорит, а в принципе у меня хорошее здоровье. И это для меня, я не знаю, что это, или это мне свыше пришло, или это самоощущение, которое я вдруг осознала. Вот, такие же изменения к улучшению должны произойти в вас. Все-таки мы работаем уже две недели. Так, а вела я этот разговор, как бы к чему, я все дальше-то продолжаю, что мы вот с вами все вместе, если есть какая-то то, что вы считаете, в вашем здоровье что-то, ну я даже не буду говорить это слово, ни проблема, ни проблемка, даже может быть, ну вот что-то такое, чтобы вы хотели улучшить. То, когда мы говорим о, о, об, об, о омоложении, и омоложении не только как визуально, не только как там даже похудеть, потому что вот эта стройность, может быть, кому-то хочется, ну скажем так, потоньше чуть-чуть, вот, потому что это тоже молодости присущи, все молодости, как тоненькие, гибкие, легкие лани. Вот, что еще? Про этот энергетический фон, который я озаглавила даже словом сексапильность, и вы вот это трактуете по-своему, и для чего вам это надо, важно и нужно, и далее, о чем еще? У меня тут все эти какие-то, и вы не выскакливают. Так, ну это хорошо. Так, значит, что еще? Омоложение, оздоровление, сексапильность и стройность, стройность нашего тела. Стройность – это тоже энергия. А, кстати, когда я говорила об энергии, то вот с двух точек зрения, про сексапильность, как бы с точки зрения чисто биологической, вот на уровне вырабатываемых гормонов, вспомнить свою молодость, и стать молодым, и на уровне энергетики, которой вы напитывались, когда смотрели на свою фотографию, когда вы работали над фотографией, вот эта эзотерическая практика, я вам говорила, в течение недели по 15 минут, потом можно так в недельку минуток 5 выделять. Ну хорошо, если вы хотя бы, ну хотя бы там 10 минут в день или в день, Валя, звук пропал. Что же мне делать? Остановить запись? Звук появился, все в порядке, появился. Валечка, я перебью, можно я башню созидания включу? Включай. Это вообще. Представляете? Представляете? А знаете, что такое башня созидания? Ну, для меня трактовка – это вот тот самый участок мозга, который не ля-ля-ля, а просто молча, тихо и с верой созидает нужное. Это вот так трактовала я. А у Гены, у него еще своя эзотерическая и установка, и помощь нам в этом. Геночка, прямо целую тебя. Вот, какой молодец. Так, а теперь давайте вспомним про якори. И мне хочется узнать у вас, работали ли вы с якорями? И помните о роли и важности якорей. Я так много всего сказала. Вообще вы словили ли вы мысли? То есть давайте подытожим. Значит, я начала с того, насколько и как вы готовы выглядеть. Для чего нам это нужно? Поверили ли вы в то, что это реально? Я вам привела пример про друинов. Мне кажется, это весьма такой мощный, вот какой-то аргумент для нашей веры. Они-то что делали? Они-то ведь останавливали вот эту вот какую-то и абстрагировались от того, что человек когда-то придумал делать насечки. Вот, так сказать, наверное, с насечек начиналось на каком-то там дереве. Год прошел от зимы до зимы, или от лета до лета, да? Вот, то есть так, потом календарь придумали, они абстрагировались от этого. И у них просто жизнь текла. Вот нахожусь здесь и сейчас в этом моменте. И радуюсь тому, что я живу вместе с этими вековыми дубами, кедрами и липами. Я с ними дружу, я с ними общаюсь, я с ними обнимаюсь. Иногда они напитывают меня силой и здоровьем, а иногда я их. Ну, можете себе этого образителя представить, правда? И самый могучий, как этот дуб. Или как в нашем заговоре мы брали здоровье у кедра, помните? Заговоры, наверное, читали. Заговоры, наверное, слушали. Так. Ну, вроде бы я так. Поскольку вы домашние задания не выполнили, мне же надо о чем-то говорить. Я решила новую тему не давать. Ну, подумал так. Ну, как-то, во-первых, очень много сказанных установок и в медитации в прошлый раз. Я даже заметила по себе, что мне показалось, что я стала моложе выглядеть. Это прошло, в общем, две недели. Мне так кажется, что я посвежела. И когда посмотрела, или похудела даже, я когда посмотрела свое видео, в записи, в записи я так себе там нравилась. А вот это когда первое занятие было. А когда я посмотрела второе занятие, я вдруг, я не знаю, как вы, я увидела разницу. И разница к лучшему. Поэтому установки уже работают. И я решила так, что если я вот сейчас вам напомню, над чем еще нужно поработать, что вспомнить, может быть, еще раз послушать медитацию. Ну, может быть, я медитацию сегодня дам. Только коротенькую дам. Честно, на 10 минут. Вот. Что еще хотела вам сказать? Ну, может быть, актуально, если тема, тема, ну, как скажем, сбрасывание килограммов. Здесь я хочу, то есть похудеть. Кто-то, мне когда-то, я где-то читала, не употребляйте это слово, похудеть. И говорю, боже мой, какие у вас допотопные связи. Я не литую. Ну, связи, да и нейронная связь. С какими-то временами там не понять, какими. Мы давно, современные люди, для нас похудеть обозначает чисто сбросить килограммы. Стать тоньше. Вот. И так далее. Здесь я могу вот вам предложить просто очень простую такую типа игры. Знаете, она какая? Она на образе. Ну, вот прям сейчас, наверное, сразу же и сделаем. Мы с Геной работаем, и башни созидания. Остальные у нас зрители, да кто захочет, включает микрофон и говорит. Или пишет в чат. Кстати, мне сегодня Гена учил, который, чат делает, чат Ген. Может быть, кто-то и будет писать. Действительно. Вот, уже и писали, что нет звука. Значит, я вот о чём. Ну, и тут, ну, так я не всех вижу. Мне тут приедет, не всех видеть. Значит, о чём я? Образом. Вот, послушайте. Когда мы что-то убираем, наводим порядок, создаём красоту. Что же это у меня тут опять что-то появилось? Вот, когда мы это делаем в своей, и, допустим, квартире, мы можем придавать, вообще даже можем это делать, знаете, как сами себе, я что-то вообще ничего не понимаю, что у меня произошло. Сами себе делаем заговор. И заговор, пусть это звучит, начать демонстрацию, я совершенно ничего не хочу показывать. Почему мне это включилось? Нет, я отказываюсь от... Не хочу. Ну, ладно, я могу начать демонстрацию, потом её убрать. Вот такой мой экран. А сейчас я демонстрацию могу и убрать. Так, вот, когда мы наводим порядок, когда мы наводим в квартире, например, красоту, мы можем не только в квартире наводить красоту, мы можем наводить красоту, работая над собой. Ну, каким образом? Кто-то с помощью макияжа, кто-то с помощью методов, которые применяла моя мама и Татьяна, кстати, Лензакова об этом говорит и себя на YouTube-канале. Я тоже этим пользуюсь. И как-то у меня был разговор с Ольгой Грибановой по скайпу, и я вот так же, наверное, включила, я не помню что, поговорить с ней. Увидела себя и говорю, Олечка, это я клубникой навазана. Не удивляйся, что я тут с какими-то этими красными штучками я клубникой намазалась. Ну, да, я делаю такие вещи. А чем не та же мезотерапия? Если мезотерапия, а вы помните, как я вам говорила, что это? Это витамин С, и это гиалуроновая кислота, и плюс еще какой-то витамин. Ну, вот вам, пожалуйста, в клубнике те же витамины. Ну, насчет гиалуроновой кислоты просто вспоминаем, наверное, о ней. Она вырабатывается сама. Итак, это такие образы, которые, вернее, это даже не образ, а образ-заговор, который сами себе делаем. Вот навожу красоту. Так, подбираю какую-то красивую, молодящую у меня, может быть, одежду. Что еще? То есть, вытираю пыль. Что еще можем сказать? Кладу вещи на свои места. Вот вспоминая все это, фиксируясь на этом, можно просто элементарно говорить. Так, вообще, по сути дела, что я делаю? Вернее, что делает мое подсознание? Мое подсознание наводит порядок во мне, у меня. И в том числе с моим красивым телосложением. Ну, это вообще, это не образ. А про образ, это создание образа, это немножко другая вещь. Это то, что мы сейчас, может быть, придумаем или поделаем. Ну, вот, например, как можно образно сказать о, ну, например, о пышности? Ну, так и можно, наверное, сказать пышную. Давайте антоним. Вот сразу же антоним. Ну, можно сказать не пышная, а худая. Так, а ещё? Не пышный, а сухой. Ну, какие-то антонимы. Нам надо ассоциировать себя с каким-то образом и этому образу подобрать антоним. Это будет образ. Не аппетитная. Да, сухая. А не пышная, не аппетитная. Ну, хорошо. Так, а не аппетитная, ну, надо, конечно, представить себе тогда, как же я выгляжу неаппетитная, да? Можно представить образ какого-то, ну, скажем так, животного. Ну, вот, как вот мы в прошлый раз говорили, мы молодые тёлочки. А если тёлочку поменять, ну, вот, как я сегодня говорила, на лань. Соответственно, лань, она как выглядит? Она столь же молода, столь же хороша, столь же красива, но она изящна. Это вам... Ну, что ещё? Подождите, а что-то маловато мы. Так. Раз... Сейчас. Ну, полное, как распылённое, что ли. Ну, антоним тогда какой? Сделать компактной, сделать собранной. Сейчас вы скажете, как же это работает? Ну, по идее, это работает, если вы шутя и игриво говорите, вот это целый набор. Вот целый набор вот этих ассоциаций образных, которым сразу же подбираете антоним. Вот антоним тот, который, ну, вот, соответствует вашему образу компактности, стройности, ну, действительно, на лане. Ещё чему? Ну, наведение порядка. Порядки что? Всё на своих местах. И выглядит красиво. Где-то даже строго. Даже мы про комнату можем сказать, что она стала, ну, просто как стройная какая-то. Согласна с этим? Ну, это вот такой, как, это можно назвать приёмом. Вообще-то приём. И он хорошо работает. Потому что он абстрагирует нас от некоторых вещей, которым мы привязаны. Мы привязаны к тому, что если много ешь, ну, правда, я не могу освободиться никак от этого. Хотя на моём, в моём опыте были такие со мной, я с ними училась, которые, ну, что называется, грубо говоря, ну, жали как лошади. В то время как вот кто-то мог там клевать, как птичка. И вот эти, которые как лошади, были вот такие. Ну, лани. Вот. И тогда я сделала вывод, что это зависит совершенно не от количества еды. Ну, хотя всё-таки как-то я с годами, мне кажется, приобрела где-то вот это понятие. Но тогда нужно работать над тем, как уменьшить, уменьшить употребление пищи. Или, как мы уже говорили, просто поставить себе запрет, саморегуляция такая, времени своего, времяпрепровождение. Просто вот так выключаю. Ну, как вот. Выключаю. Газ там, это плитку, выключаю. После 18. Ну, я так уж думаю, ну, хотя бы после 19. Выключаю. И этот образ вот на тему выключаю. Он рано или поздно, но, скорее всего, быстро у нас всё с вами происходит. Сработает достаточно быстро. Это, что вот этот, ну, просто выключится и всё. Это из привычки выключится. Это из желания выключится. А потом вы поймёте, что из желания такого не было и нет. Это просто, на самом деле, некая привычка. Это даже не чувство голода, потому что это вообще смешно, чтобы мы, извините меня, столько жаря в этой жизни. Я почему так говорю? Потому что я вспоминаю, как, например, вот мой папа на Царстве Ему Небесное. Когда он, он у меня пошёл добровольцем на войну в 16 лет, даже в 16 не было, дважды. Он даже там обманывал военкомат, из-за чего он говорил, на войне паёк даёт. А так боялся умереть с голода. То есть не срабатывало то, что там могут убить, но боялся, что тут с голоду умру. И он не один так пошёл, а с своим одноклассникам. Они обманывали. Он первый раз, он их... Не то, что он второй-то раз их раскусил, этот военкомат. Но в первый раз он их не взял. Ну, он там или не поверил, или как, я не помню. Папа так рассказывал, что пошли второй раз. И я вам это к чему сейчас рассказываю? Что вот то, сколько мы едим, и если представить, что сколько штамм ей, а он как говорит, мы там мулит унашли, там поджарили её, мама чуть в обморок не упала, потому что это тоже шаблон. А французы их едят, эти улитки, у них деликатес. Вот, выкапывали лопухи, корни эти, они их просто сосали, потому что они понимали, что это жир, потому что там действительно масло было. Ну, он мне много там чего рассказывал. Вот на этих, на корнях и на цветочках растений, но приближалась там или зима, я уже сейчас подробности особо не помню. Но даже если этого хватало для того, чтобы жить, и всё-таки, чтобы быть здоровым, ну, пошёл шоу до фронта, хоть он мне говорил, там самый маленький, я был в строю, там на две головы ниже, когда вернулся с войны, прошёл полностью, то как бы не сразу и узнали, вернулся прям таким красавцем, на целом больше там, чем на голову вырос, за время войны, даже жутко как-то это всё слушать, но это так было. Я-то вам это вообще к чему говорю? Что то, сколько пищу потребляем мы, если сравнить, сколько хватало людям? У них в семье никто не умер с голоду, хотя было девять человек детей, но пусть ушёл на фронт дядя Володя, и потом ушёл мой папа, семь человек осталось, они не умерли с голоду. Значит, то, чем они вот этими клевали, как птички, им всё-таки хватило, чтобы и выжить, и быть здоровыми. Но вот сейчас вы как бы помнили, к чему, что если мы там волокёмся на кухню после восемнадцати и девятнадцати, поверьте мне, это не потому, что мы, ой, блин, изголодались, а это совсем по-другому, потому что тянет нас привычка. Мы делаем выключение этой привычки, и мало того, вот этому чувству осознания я помогла сейчас укрепиться вот этому. Ну, представляете, когда вот это начинаешь осознавать, это очень мощно начинает работать. Ну, для тех, кто действительно хочет сбросить вес, что такое сбросить вес, это встать на весы и увидеть, о-о-о-о, как радостно, там меньше, меньше, меньше стрелочка пошла показывать. Ну, и, конечно, по своей одежде. Там юбка стала болтаться, ой, это даже очень мне приятно. Потом уже начинаем доставать какую-то одежду, ну, и так далее. Сами знаете, как мы это осознаем. Но мы еще и сами худеем одновременно наше лицо и наша кожа. Знаете, то есть качество употребляемой пищи, которая не мешает никакой ни жир, никакая ни зажирность, ничего, очень легко и свободно. Это эти питательные вещества поступают к клеточкам нашей кожи, и поэтому мы одновременно молодеем. Не блокирует жир, мы его наоборот. Он у нас улетучивается, растворяется, вытирается, как пыль. Что еще какой-то образ? Становимся мы компактными, наводим порядок, и он сам наводится. Вот с помощью еще вот этой моей, ну, для вас, не знаю, пригодится или нет, то, что я вам рассказала, я думаю, для осознания, это мощная вещь. На тему вот выключения привычек и не гундосить, и не плакать, а вообще просто раз хотите сказать, бог ты мой, ну, правда, а что же это-то, когда мы можем, правда, вот, как птичечки клевать и быть сытыми, красивыми еще, потому что все начинает сразу свободнее ходить, мы еще и омолаживаемся. Так, ну, я думаю, что моей речи достаточно на сегодня теоретической. Что-то я как-то с образами с вами не поработала, я дам домашнее задание, придумать образы. И с такой стать такой. Вот, и попрошу еще, чтобы вы все-таки мне хотя бы пару каких-то, но написали в чат, чтобы у меня энтузиазм поддерживался, потому что до того, как затеять этот чат, затеять его, я делала сама себе, ну, как намерение, и делала аудиозаписи, а потом я их могла послушать, мне наставляло это удовольствие, послушать свой голос, вот, и послушать свои умные слова. Ну, раз уж я начала чат, то я делаю для людей. Вот вы меня как-то должны тоже, ну, немножко, хотя бы какой-то, ну, активностью, или хотя бы, как обратной связью, какой-то, ну, радовать. Пишите что-то из моих домашних заданий. Одно из домашних заданий, кстати, было описать себя внешне, и я взяла на себя это, ой-ой-ой, как это мне тяжело удалось, расписывать свою красоту, да еще и расписать ее так, как я хотела бы еще. То есть, по идее, даже ее усилить, или даже приписать красоту туда, в себе, в своем лице, где я, вот, может быть, пока ее не очень-то вижу. Ну, то есть, я пошла даже вот на такое. И выставила это в общий чат. Я почему это сделала? Потому что я подумала, ну, сейчас вот почитают, какая я молодец, и тоже на это откликнутся, и что-то напишут. Никто не откликнулся, там только мне эти сердечки поставили, прочитали, поаплодировали, ну, молодцы. А там задание было еще такое, что кроме того, что описать себя внешне так, как хотела бы выглядеть, еще и сделать вот этот переход, который писатели делают, о производимом впечатлении личностном. И я пробовала сделать, то есть, делала этот вот переход. Ну, вы, наверное, читали. Еще какое-то домашнее задание я тоже выполнила. Но, ладно, бог с ним. Ну, давайте сейчас я вам такую небольшую-небольшую медитацию сделаю. на 10 минут. Вот сейчас я очень активно говорила, и мне войти в медитативное состояние сейчас со мной очень легко, потому, что произошло резкое такое, резкая смена произошла в моей энергетике, внутри меня. После такой активности вот это спокойствие. Но, возможно, что это произведет такое же, или произвело впечатление на вас. И мой спокойный, немного замедленный голос, может быть, даже и монотонный, в чем-то, начал вас вводить в трансовое состояние, в котором активизируется ваше подсознание. А ваше подсознание одновременно с успокаиванием вашего ума, расслаблением вашего тела. Ваше подсознание получает доступ, поскольку ум успокаивается. Подсознание получает доступ к ресурсам, к которым относятся и энергетики, и образы вашего удовольствия или удовлетворенности с собой. вы можете это вспомнить из каких-то воспоминаний, хоть начиная с детсадовских, когда вы были чему-то, какому-то, чему-то очень рады в себе, когда вы гордились собой, когда у вас что-то очень здорово получилось, и вы знали об этом, а может быть, вас просто очень хвалили и восхищались вами. Это может быть ресурс, который связан действительно с воспоминанием, потому что воспоминание это энергетика, это просто образ-пример, это ассоциация для подсознания, которая знает, что вот вы должны получить такую же радость от исполнения желания. А желания наши, поскольку мы в этом чате вместе, это что-то улучшить здоровье, что-то наладить здоровье. Здоровье. потому что это самое важное. Хотя, возможно, к счастью, для участников чата это слово или этот запрос и не актуален, поскольку здоровье хорошее. А помогает еще и заговор, он на самом деле помогает. Ресурсы может быть воспоминания взятые из каких-то школьных лет. И здесь смотря какой ваш запрос на красоту, омоложение, энергии, здоровье, на то, как вы счастливы своей жизнью, как удовлетворены, счастливы. И ваше подсознание может какой-то эпизод из жизни в школе вспомнить и использовать это как ответ для себя. А, вот так я сделаю вот в этой теме. Теме здоровья, восстановления его, налаживания, в теме омоложения, в теме похудения, стройности, Как-то надо же запустить этот процесс, начать его. Если кому-то из вас это хочется, стать таким, получите гормоны, и в теме сексапильности, как энергии, которые, в общем-то, помогают вам даже подтверждать, подтверждает вам вашу молодость, энергетическую молодость. И, кроме того, эти гормоны помогают в выздоравливании, потому что сосуды здоровые, сердце здоровое, но перечислите что угодно из систем организма, из функционала, оно здоровое в молодости. И, может быть, там как раз гормоны, а это ведь гормоны, это сексапильность, это состояние. и, возможно, эти гормоны и как раз ассоциируются с молодостью. И пусть они будут в любом возрасте, в каком бы мы сейчас ни были, а доживем до 150 красивыми, как сейчас, или моложе, может, моложе хотим быть, пусть будет сексапильность, как подтверждение к тому, что человек жив и молод, и красив, и здоров. Ну, может быть, доживем до 500, кто его знает. Сейчас вот уже говорят, что идет создание кремниевого, создание кремниевого тела. То есть, это вообще другая какая-то структура ДНК. Я вот видео недавно смотрела. А люди такого тела для них элементарны. Они молодыми считаются, это 300 лет. Ну, то есть, кто знает. Может быть, кто-то и знает. Но мы с вами люди смелые. Мы люди, которые время вспять. Мы абстрагируемся от паспортных возрастов и так далее. Мы хотим стать. И мы станем стройнее. Наши органы и системы организма станут работать, функционировать лучше. Наш коллаген, который воедино все держит, из-за этого упругие мышцы, лица красивые, подтянутые, губы пышные, веки открытые, глаза распахнутые, лоб подтянутые, кожа как натянутая, гиалуронка, гиалуроновая кислота, которая между этих волокон, из-за чего мышцы, тело, кожа молодые. Кстати, можно себе в чем-то помогать. Помогать и чем? И кремами. Но почему бы не помочь? Не только подсознание, а и сознание, помогает самим же себе для чего-то хорошего же хотим. И вот сейчас, когда вы расслабились, может быть, о чем-то вспомнили хорошим, радостным, нужным, о том, как были влюблены в себя и в свои успехи, как гордились собой и как восхищались вами, когда ваше тело расслабилось, ум отдыхая дал возможность подсознанию активизировать эти ресурсы. А ресурсы это возможности, это ассоциации, это что-то из памяти достали. Достали и активизировали прямо сейчас настоящее. И начиная работать, подсознание и сама понимает свою задачу. вы можете какие-то образы вспомнить. Вот так, как я сегодня вам предложила действительно лаганью стать. Может быть, какая-то ассоциация с собой супер красивая есть. и пусть эта ассоциация, этот образ начнет работать как решение задачи для того, чтобы стали получившими пятерку, то есть получившими радость, удовлетворенной собой. Все получаясь уже сейчас, исполняясь, получится. И ваше подсознание продолжит эту работу в общем. Оно продолжит ее в течение этих дней. Кстати, наверняка вы уже отметили какие-то изменения в себе, улучшения, что-то уже обрадовало вас. И отметьте это. И можете даже записать это в чат. Я вам говорила о том, что слух озвучить очень полезно, записать тоже, потому что вы тем самым фиксируете уже успех и достижение. А значит, подбадриваете свое подсознание, хваля его, что оно прекрасно справляется с поставленной задачей над исполнением ваших желаний в омоложении, в выздоравливании, в построении имеет и сексапильности, и может быть еще в каких-то успехах. Потому что обычно бывает, что радость превосходит наше представление о том, а что может быть и как. Превосходит ожидание радости. Ну и на этом я заканчиваю. Вы можете выходить из трансового состояния. И ваше состояние здесь сейчас будет таким, каким оно нужно каждому для того, чтобы что-то продолжать делать. Кому-то в бодрствующем состоянии быть, кому-то может быть спать уже по времени пора. Просто сами скажите, мне надо быть вот в этом состоянии. И вы в него войдете. Ну, у меня на этом все. Ну и давайте будем не только молодеть, быть здоровее, но быть еще и активнее. Пишите в чат, делитесь своими успехами, замечайте их, как вы это замечаете в себе, как в вас кто-то замечает и что-то вам говорит или пишет, вас это тоже должно радовать, как над домашними заданиями работаете, слушаете ли заговор, работаете ли с фотографией, как для вас срабатывают и о чем вы думаете, когда вспоминаете про якорь. А про якорь я вам говорила, что можем даже стихи. и это очень даже работает и помогает вот в этих задачах, которые мы поставили, для того, чтобы они скорее исполнились самым комфортным способом. Ну, я выхожу на это? Подожди. Да, а у нас же башня созидания. Да, вы никто внимания не обратил на свечу, тут такое свечение идет, ореол такой богатый. И вот тут в краю розовый пумчан возросся. Это что обозначает? Раз свесть нам всем как розам? Спасибо. А, кстати, да, орел розовый очень красивый. Я успела забыть. Ну, все, тогда вышло. А какой он огромный, Гена! Оно сейчас вот так, ты видел? Да, я вижу, все прекрасно. Вообще, какая красота. Спасибо большое. Спасибо большое. Я благодарю твою свечу, благодарю тебя, башню созидания, всех вас благодарю за участие и за внимание. Ну, и прошу, будьте немножко активнее. Это тоже детство молодости. Ну, на этом все. Я останавливаю запись. Всего хорошего. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо.